Доброе утро, мои княженцы! Доброе утро, мои хорошие! Сегодня у нас, как вы все знаете, прощённое воскресенье, поэтому, мои дорогие, простите меня, пожалуйста, кого я когда-то обидел, либо что-то не то сказал, либо что-то не то снял, а может быть, как-то грубо ответил. Это всё были провокации, провокации, это не считается. Ладно, мои хорошие, значит, сегодня я начинаю, как бы сказать, это не выживание, а, во-первых, сейчас посылочку покажу, то, что получил от моей дорогой Люнилы. Это сегодня, как бы, ну не выживание, а будем мы с вами, как вот на посту, хорошо питаться, какие блюда готовить, потому что сейчас такое время наступает, когда многие постятся, многие, вот, конечно, вот как раньше, там, вот у меня там, ну, мама по сейчас постится, там, там, и ещё там родственники, там, постятся разные, то есть, как бы, сейчас проблем нету, везде много овощей, везде много, ну, разных там, и каких-то там консерваций, там, уже готовый, там, и фруктов, ешь не хочу, там, да, и печенье постное, и майонезы постные продаются, хотя я в это не особо не верю, потому что, ну, как так может быть, что вот эти постные, вроде как майонез обычный, ешь постный майонез, и разница особо не отличается, может быть, всё-таки они там химичны, задних и тех же веществ, а только маркетинговый ход, не знаю. Ладно, сначала посылочки от Людмилы, моя дорогая Людмила. Так, значит, посылочка шла к нам с Краснодара, надо просто сказать, потому что Людмила, она с юморцом, мне с юморцом немножко, она послала посылочку. В посылочке, значит, была курочка ещё. Курочку мы съели, ну, точнее, Катюка ведь не стала есть, она побоялась того, что курица пропала, но курица не пропала. Людмила, вот ты как-то её так и заморозила, но и сколько она там шла, я не знаю, сколько посылка, у нас это экспресс-почта, и там, и сколько она идёт, вот эта вся эта канитель, это, ну, или не экспресс-почта, ну, какой-то там, в общем, почту, там, нам конкурер принёс. Вот, это дня, наверное, 2-3, я так думаю, там, да, ну, за 2-3 дня ничего не стало, на улице сейчас холод, в принципе, она пришла, ещё холодная курица была, она ничем не пахнет, я её сварил, там, пожарил, армаком была, курицу не показывала. Это, значит, во-первых, конфетки, конфетки с ликёром, конфетки, там была, ну, маленькая была ещё записочка, то, что они предназначали из Катюхи, вот, конфеточки, ну, это, я, Катюха, она ещё, как бы, про это не знает, а я уже начал их, начал, 2 штуки я уже втрепал, тут вот, сколько там, ещё сколько-то, ну, ладно, я просто надеюсь на, 140 грамм, 104 грамм с вишенкой, я просто надеюсь на то, что, это, я их, короче, съем, а потом пальчику вот тут заклею, ну, как бы скотчиком, и положу, и Катюха особо не узнает, я скажу, что ты прикольнулась, что пустую коробку послала, мне Катюх просто говорил, ещё и нельзя с ликёром, поэтому, ну, это ладно. Ну, теперь самое такое, как скажем, хорошее, блин, я ж в кадре чуть не лазил, вообще потолстел, это самое хорошее, и чего я только даже не мог ожидать, вот реально, вот от души, я вот хоть и в последнее время не пью, мне почему-то все дарят алкоголь, ну, в последнее время, да, но я вот не пью, значит, вот такая вот штука, во, прям в коробке, вот так выглядит, и вот так, вот написано, как, Реми, Реми, Мартин, Петит, Чемпин, Когнак, Когнак, в общем, это какой-то алкоголь, сейчас посмотрю, что, я вот его, ну, корабл выкинул, просто интересно, чего было, всё, я это не стал распаковывать, тут лежит уже хрен знает сколько, неделю, наверное, посылку получил, как это, но, думаю, открою, попожаю чуть-чуть, вот такая защитная хреновина была, прямо очень хорошая, то есть, я вот теперь буду сам знать, что кому было посылки посылать, иногда посылали своим родственникам на Урал, это, ну, Николай не знал, что можно бутылку переслать, потому что думал, всё разобьётся, а это прямо такая, как воздушная там, это хорошая штуковина, значит, посмотрим, что внутри, вот реально, был очень сильный интерес, но я сдержался, не открыл, о, бутылка, так, больше ничего, значит, что тут пишут, гляньте какой, да, не уронить бы её, у меня, короче, раз был такой прецедент, инцидент, это, конечно, сколько тут штуков стоит, но она, наверное, дорогая, я так думаю, это, даже какая-то печать на бутылке, тысячи три, может, стоит, потому что это не совсем обычный, это такой напиток, я, короче, помню, раз был инцидент, мы, короче, друзьями отмечали Новый год, представляете, но я был хороший, такой смешной, смешной, готовый уже, мне дали две бутылки коньяка, мы собирались ехать на ёлку, я вот стоял вот так в проходе, смеялся, хохотал, и вот так, случайно две бутылки друг от друга, и две бутылки коньяка очень дорогого разбились, ой, тогда на меня все злые были, значит, что-то пишут, коньяк Рэмми Мартон, ВС Суперриор, во как, место происхождения винограда, регион коньяк, Суперрион, БТИ, Шампань, Франция, год урожай, 2016 и старше, ё, ребята, это, короче, выходит то, что во Франции и старше 2016 года, это сколько же выходит, пять лет и старше, бутылочка, этот, виноград, акцизная марка тут, короче, все тут, вот тут как бы все на английском языке, вот тут, вот, вот тут все на английском, а вот тут приписочка, почему такая на русском, ну, это как переводится, может быть, тут вот, ну, много всего, апельсостав, там это не будем читать, хотя выдержан в дубовых бочках минимум три года, ничего себе, ой, тут еще много всего, конечно, такого написано, типа, хоронить вентилируемых, не имеющих постороннего запах помещения, хлама, это, у меня большое тебе, во-первых, спасибо, Людмила, от души, за конфеты, это я понял, просто, я сначала думал, все по отдельности, а это, наверное, это понимаю, вот это, надо вот с этим есть, это, и большое тебе спасибо, вот одним словом, большое тебе спасибо, вот реально, я вот сейчас стараюсь не пить, ну, как стараюсь, бросил, сейчас, во-первых, пост нельзя, там, да, это, ну, и так, надо в завязку, как бы, уходить, ну, бутылочку, спасибо, мы ее как-нибудь откроем, просто нужно какое-нибудь такое, ну, действие, чтобы вот повод был, не знаю даже какой, но потом придумаем что-нибудь, и тут, короче, все на английском, ё-моё, ладно, ребят, значит, у нас сейчас с вами, а, завтрак, вот, пост, вот начался пост, как бы, да, я предлагаю такой завтрак, Катюк сыр нарезал зачем-то, я же, я говорю, что у меня сегодня начинается день, ну, первый диетный, так скажем, ну, это сейчас так просто, мельчком, и все, а дальше мы, мы хорошее видео запишем, я приготовлю что-нибудь, и все прочее, значит, я еще предлагаю, это, кстати, очень полезно, утром берем огурчики, соленые, нет, как вам советовал до этого Малахов, и передача, я советую, такое не буду, про эту силу земли и огурца, пускай такими он сам вещами занимается, я посоветую другое, у огурчика есть попка, попку отрезаем, попка не нужна, вот, и на утрице, съедаем один огурец, как бы, ну, хорошее, щавкажу, уже мало, В общем, съедаем огурец, запиваем чаем. Кого-то, да, кого-то в туалет пронесет. Ну, начнем наше утро с очищением. Видите, огурчики, немножко делесый такой, рассольчик. Они немножко закислись, видно, я ручками готовил не совсем чистенькими. Но от этого они получились еще очень вкуснее. Все, ребята, 9.30. Попозже будем с вами готовить. Давайте, мои хорошие, всем доброго утра вам, всем прекрасного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!